здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала гадание на кофе для новичков предлагаю рассмотреть сегодня что нам показывает кофейная гуще на будущее первую очередь вам хочу сказать что для гадания как новичков для новичков значит нам надо взять примерно вот такую чашку с белыми стенками дыном такого более раскрытую чтобы такого формата для того чтобы нам было удобнее гадать и удобно видно было без все те знаки которые покажет нам кофе берем такую чашечку значит завариваем ну и выпив кофе в общем а так перевернули женщина переворачивает правой рукой значит это повернув три раза переворачивать правой рукой мужчина берет значит чашку то есть те женщина в левую а мужчина берет в правую руку чашку переворачивает и потом кладет значит на этот как на блюдце 3-4 минуты стечет это потом переворачиваем чашку и уже смотрим что и какие узоры нам показывает чашка ну почему я говорю что главное смотреть на главные знаки на большие знаки знаете многие гадатели я смотрел в интернете и там знаю что но они даже по мелочам гадать что-то как смотрят это как на какую-то там линию на какую-то дорогу все давай это довольно сложно это не как бы не для новичков ну а более такие профессионал уж как называется бабки-гадалки такие серьезно я принципе иногда такое смотрю их не видео но нифига не вижу а потому мне как будто как бы свой стиль если я в основном смотрю на те крупные знаки на те знаки которые явно что-то напоминают так что так чтобы это было бы видно не только мне но это было бы видно бы и простому обывателю который вообще ничего не понимает в этом гадании вот так что мы смотрим осматриваем чашечку и ищем те такие большие знаки которые нам принципе и нужны понять ситуацию на сегодня на завтра и на последующие дни например вот так скажем по секторам что ручка ручка чашки в то что появляется в этой зоне это всегда означает будущее до сегодняшнее будущее допустим сегодня может случиться там завтра послезавтра в пределах там трех-четырех дней там то что вот в этом секторе более идет что в ближайшее будущее там через неделю через 2 месяц может быть придет что-то может через год тоже обратно на ваше внимание для новичков такое дело общем когда вы уже начнете учиться и знать уже распознавать эти знаки рисунки то хорошо фотографируйте их примечайте узнавайте через интернет их описание этого научу тем знаком которые мы будем видеть в кофе я вас научу и скажу принципе что это означает но если вдруг что-то потом у себя лично другое увидели заходите в интернет в интернете полно есть где написано там допустим какое значение имеет 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 этот знак и интерпретация но должен сказать вам одно что знак какой бы он там у вас не вышел бы на гуще он всегда имеет твоякое значение допустим вот видите букву а вот сейчас данный момент я вижу букву а буква а означает значит так по первому варианту что это победа победа человека в каком-то деле то есть что-то он там вот решил там кого-то дело у него сделалось получилось он победил он сам себе думает что вот это я себе какую-то небольшую но маленькую победу значит заслужил и сделал и получилось у меня и и теперь значит значит это зависит еще значит от размера от размера этого значит знака если он размер вот таком где-то в один сантиметр ну понятно что это небольшое что-то а бывает что буква а допустим вот этот большой знак может быть вообще на всю чашку это значит для вас очень такое то допустим победа на соревновании вы выиграли на соревнование это значимое значимое явление для вашей жизни и вы выиграли и довольны очень выйдет и добавляя большая буква а а если вы еще на этом соревновании взяли там премию золото грубо скажем деньги то и тут рядом с буквой а может выйти там он денежный знак допустим пузырь его денежный знак я вам объясню по простому сразу вы их будьте у себя замечать если вы видите пузырьки прямо здесь остается бывает на кофе когда вы только наличие налили напиток на нем образуются пузырьки эти пузырьки себя как и на чай и означают идут деньги а если эти пузырьки еще остались вот в этой зоне то это значит что в ближайшее время вы получите очень большие деньги а если что-то поменьше допустим у вас получается просто . группа . допустим три группы три точки это уже группа и значит в них уже не означает что какие-то идут деньги ну в основном это бывают мелкие деньги там одна . допустим на каком-то знаке она значит что это усиление того знака допустим допустим какая-то фигуры на фигуры . она подтверждает что вот это вот это и есть и это исполнится как обычно показывает вот так есть еще денежные знаки например выходит в кофе значит капуста капуста мы все знаем а вот кофе мало кто увидел а потому если этот знак у меня получится когда-нибудь в будущем у меня или у клиента допустим я вам это обязательно покажу в общем денежным знаком здесь может быть еще в кофе выходить допустим лебедь если белый лебедь значит сто процентом ваши деньги идут вам тоже большая сумма денег может прийти там допустим грубо скажем 100 200 долларов допустим или у кого-то тысячу три тысячи долларов но надо понимать что все знаки каждому человеку сколько дается столько и дастся да допустим ну если вы видите там допустим что-то вот такое там большие пузыри там сейчас и у человека там допустим на хлеб там есть там один два доллара грубо скажем так значит ему там вот эти пузырьки может обещать будущем 50 долларов но не так никак не миллиард естественно и не миллион какой-нибудь а может показать там какой-то выигрыш лотереи по-разному тоже деньги показывает исходя из суммы исходя из этих явлений если допустим течение недели у вас появляется постоянный денежный знак еще какой-нибудь знак это означает что утверждает что вот сегодня завтра в ближайшем будущее это стопроцентно и исполнится допустим вот идут деньги да идут они придут никуда они и не денутся то таком состоянии мы будем изучать значит вот эту науку тосиографию гадания на кофе так надеюсь на ваше понимание надеюсь что вам будет интересно и я буду стараться выкладывать эти видео почти ежедневно по возможности если нет да обязательно в течение там недели saint23 раза хотя бы видео выложить чтобы мы потихоньку изучали бы и знали бы какие знаки на данный момент сейчас знаете какое дело если вот кофе вам что-то не показало допустим и когда идти на любовь не показывает вам сегодня любовь так так что забейте на это вдруглам показывать что сегодня идут деньги вы обратите внимание что у вас минут допустим дам вот vidны деньги где-то в этом сектора сердце и вообще не показывают нам любовь не показывают вот любовь может показать, например, в этой части внизу показывает лошадку. Но это очень далеко, это далеко, это может быть месяц, два, через три может показать. Если этот знак подтверждается ежедневно, допустим, или в неделю три-четыре раза хотя бы, то это значит, что или там он в каком-то другом секторе находится и появляется, и появляется тебе, соответственно, значит, в ближайшее время и ваша голова думает об этом, и реально к этому дело идет, и значит, сегодня-завтра какая-то любовь состоится. В этом секторе обычно, в правом секторе, это как бы прошлое означает. Ну, сейчас, допустим, если мы увидели здесь коня, который олицетворяет возлюбленного, и он оказался вот здесь уже. То есть ваш возлюбленный, какой-то человек от вас уже уходит, и ваши отношения закрываются. Это в этом стиле вот так. Если в этом стиле мы видим, в этом секторе, соответственно, это идет к вам. Значит, у вас какой-то новый будет возлюбленный, или встреча со старым, но уже возлюбленным был. То есть как начинает этот знак появляться, надо смотреть, сколько раз он выходит в гадании на кофейной гуще. В общем, если вам было интересно, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, я по возможности буду вам отвечать. Всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok